Это была, наверное, одна из самых коротких недель рабочих, два дня, это на самом деле очень круто, каждую неделю вы так работаете. Не забывайте поделиться этим роликом, если он был вам полезен и он вам помог, а также проверите, подписаны ли вы на канал. Самая короткая рабочая неделя, это последняя неделя декабря, вот 160 тысяч подписчиков, я в ремонте увидел, значит, флешку, вот, по флешке есть вопросы, я смог восстановить видеофото оттуда, видеофото какого-то извращения, я знаю, что клиентские данные смотреть нельзя, но мне обязательно нужно проверить, открываются ли видеофайлы, но фотки как бы превьюшки видно, а видео ты же не можешь отдать человеку, который только есть превью, а само оно не воспроизводится, поэтому приходится открывать. К нему есть целый ряд вопросов, я даже не смог до конца досмотреть, потому что это что-то очень странное. Не знаю даже, как вообще теперь постараться забыть все это, вот, если что-то подобное я увижу про детей, то, конечно же, я, безусловно, тут же вломлю этого человека, несмотря на всю конфиденциальность данных, потому что, потому что это что-то нездоровое. Затем есть у нас ZTE-X3, это у него проблема с нехваткой памяти, на нем уже делали батарейку, ну, здесь вот такая фигня. Я не буду ничего чинить, сказали, потери данных согласны, вообще пофигу, ничего важного нет, я сейчас просто сделаю ему сброс, даже пришивать его не буду и отдам за несколько сотен рублей, и это будет новогодний подарок человеку. Интересный гость, блин, опять Рафаэлка моя валяется, интересный гость это OnePlus 7 Pro. Это телефон, который многими блогерами, многими экспертами признан лучшим смартфоном 19-го года, и у него есть нестандартная проблема, вот сейчас вы видели, у него кнопка громкости не срабатывает. И она себя ведет таким образом, и очень похоже на то, что он как бы вдаренный. Слушайте, он даже на усиленное нажатие уже не срабатывает. Короче, я его смог включить, вот, через рекавери, подключил компу зажатым, зажатым, по-моему, плюсом, он попал в рекавери, я выбрал ребут, пароль у меня от него есть, ввел пароль, пароль попал в систему, смотрите, он вообще не работает на кнопку питания. Кнопка питания, видать, сломано, купили в подарок на Новый год и подарить уже не смогут, потому что кнопка питания не рабочая. А разбирать, расклеивать такой телефон, я думаю, что надо хотя бы тысяч на две, две с половиной голосовать. Вот. Но из рекавери я включил, по крайней мере, увидел, что он работает, и увидел, что это не железная проблема, что проблема с кнопкой. Очень жаль, хотел показать вам, как на нем в рекавери попасть. Смотрите, какой крутой. Ну, реально крутой, тут как бы бесспорно. И по характеристикам, и по корпусу. О, на двойное нажатие он срабатывает. Ну-ка, промотать я смогу или нет? Так, ну-ка, шестеренку, давай, сработаешь, нет? Ну, на двойной тап он срабатывает, уже хорошо, значит, у нас точно кнопка включения не работает. Вот только вопрос остается в том, что Клин сказал, что типа после обновления случилось. Ну, что-то не очень похоже, на самом деле, на обновление. Так, это режим без звука. Вот. Показать его ремонт я думаю, что не смогу, потому что сейчас человеку надо будет зарядить ценник, и он еще, наверное, подумает, сделать его или нет. Если согласиться, то, может быть, потом на канале ремонт будет. Вот такие аппараты. Я все еще никак не отойду от содержимого флешки. Сейчас сделаю быстренько сброс ZTE, а OnePlus кину в согласование. Думаю, что на сегодня все, и останется у нас время провести остаток стрима. Вчера стрим прервался, я просто обязан там дописать его до конца, потому что нужно огласить результаты ответа на мою загадку. Я их так не опубликовал, это сделать нужно обязательно, после того, чтобы в году не оставалось долгов у меня отдать 300 рублей победителю. Если что-то еще принесут, покажу, но я сильно сомневаюсь, что в ближайшие два дня что-то будет. Так, хотел бы вам показать, значит, если мы... Так, сейчас я телефон удалю. На мышь поставлю. Оп. Если, короче, я его так, тапом активирую, подключаю его к компу, он у меня загорается, я могу его... Так, пароль я знаю. Я могу ввести и дальше попадаю в сам телефон. МТС 970H, который на той неделе я делал, он позапрошу даже неделю, который после сброса снова слоил блокировку. На нем ничего не получилось сделать, ни Infinity Box, ни чем. Sigma по-прежнему показывает, что оно разблокирует. Короче, было принято решение попробовать аналогичную модель. Это Alcatel OneTouch 970H. Но он по сути МТС. Он, по сути, Alcatel 4030. По-моему, так. Но для него код пришлось сделать под... Под похожую... Провайзер ID совпало, но и кодом он разблокировался. Хотя, в принципе, он и с первого раза должен был быть разблокированный. И сброс не должен его каким-либо образом убивать. Но почему-то он его убил. Это МТС, вот он, Билайн видит, я хотел вам показать. Дошли руки до отцифровки кассеты. Вот я смотрю одного блогера, Дмитрия Мусихина. Вот он часто употребляет слово такое. Шлипендрос. Вот шлипендрос, это вот он. Вот, олицетворение просто этого слова. Короче, шляпа редкостная. Очень дергается изображение. Проходит рывками. И вообще, в целом, короче, несмотря на то, что, ну, как бы захватывал программы, я мавали, у меня куплена лицензия. Сколько в программе нет вопросов. У меня были вопросы к проводам, но мне не на чем попробовать, на самом деле. Провода выглядят, в принципе, адекватными. Ну, сами понимаете, что там провода. Я думаю, что вот эта штука, во-первых, она нагревается очень сильно. Во-вторых, скорее всего, просто ее цена в 500 рублей, и ничего другого не стоило ждать. Да-да, и нужно в описании писать, чтобы я не ждал, например, ждешь посылку месяц, а потом приходит, и такое было, что написано, что это шляпа редкостная. Купи вот там за полторы нормально. Мандарины, которые должны будут дать новогоднее настроение. Ну, почему у них это не очень получается? Значит, рассказываю про оцифровку кассет. Я неспроста насдавал это шляпой, это шляпа. Вот, но есть подвижки. Я притащил другой магнитофон, об этом увидите в отдельном ролике. И к этому магнитофону я еще притащил кабель с позолоченными контактами. Ну, условно позолоченный, какой-то дорогущий кабель был в то время. И с ним ничего. Ну, прям, прям, прям ничего. Вот, и все-таки я куплю Авермедию, и он присмотрел ее уже на Авито за 2000 рублей. Ну, даже за 4, если за 2 не будет. Куплю, и все-таки сделаю. Сделаю клиенту, а также отцу сделаю подарок к Рождеству. Пара-трое кассетам и делаю. Если, конечно, успеет, теперь буду прийти. Если нет, то будет позже. Вот, имеет место быть, жить такая штука. Но, конечно, за 500 рублей от нее ждать чего-то, чего-то очень трудно. Еще есть Sense8. Это E400. Я его прошивал полтора, по-моему, года назад. Сейчас он включается, пытается сам сделать сброс, не может, вырубается. Так обычно ведет себя память. Но если к нему присмотреться, это совсем не удивительно. Вот такая была неделя. Очень короткая, всего из двух дней. Несколько телефонов. В том числе я, не знаю, показал в этом ролике или нет, был классный телефон OnePlus 7 Pro. На нем я там запилил сразу, по-моему, два ролика. Айвадин выйдет на основу канала, один на тысяч блогере, потому что, на анлокере, потому что он очень интересный случай. Вот. Его надо будет отдельно глянуть. Это будет клево. Сегодня выпустил ролик про Vivo, про два способа разблокировки пин-кода. Кто в рекавере не может пин-код разблокировать, вот для тех подходит с помощью МРТ Донгла. Ну, что-то прям отвратительно заходит. Прям отвратительно. Ролик настолько крутой по своей информативности и просто совершенно не заходит. Печаль печальная. Вот. Я вас поздравляю с наступившим Новым Годом. Желаю вам всяческих успехов, чтобы на работе не было вот таких головников и вот чтобы Шлепендрос вас в ближайший год как минимум обходил сторонами. Спасибо, ребята, что вы на канале. Спасибо за ваши донаты. Спасибо за ваши подписки. Увидимся с вами в Новом Году.